У нас, кстати, на проводе есть Любовь Мульменко, сценарист фильмов «Комбинат надежды», как меня зовут, еще один год, в общем, самый плодовитый сценарист нового поколения. Здравствуйте, Любовь! Здравствуйте! Вот скажите, у нас тут есть гипотеза, что Минкульт взял курс на патриотическое кино. Вы, как сценарист по ремесленному, можете сказать, вам легко будет написать фильм патриотический, вот такой государственнический, или наоборот, очень сложно, ходульный жанр, еще надо придумывать новые ходы и так извернуться, чтобы кино было хорошее, а не получился такой истукан обычный, предсказуемый. Ну, мне кажется, что у сценаристов есть возможность просто не участвовать в исполнении госзаказа, если они не хотят. Но, возможно ли, хорошее патриотическое кино, не стыдное вы, об этом хотите? Да, давайте, давайте повернем так. Ну, не знаю, мне кажется, что последний патриотический фильм относительно нового времени, это фильм «Брат Алексея Балабанова» и «Брат 2». Вообще, я думаю, что это какой-то вот нетипичный случай патриотического кино. И уж, конечно, госзаказ Балабанов не выполнял, когда он это придумывал. И, в общем, сейчас. Мне просто кажется, что патриотическое кино – это на самом деле кино, пропагандирующее терпение. Ну, то есть, это может быть фильм о чем угодно и о каком угодно историческом периоде, но он должен, видимо, транслировать пользу терпения. И как высшая форма терпения, видимо, смерть человека за идею. За идею, которая как-то связана с государством. В общем, так хорошо терпел, что умер. А это поле для большого количества ситуаций, для большого количества сюжетов? Или нет? Или это скучно? Ну, я думаю, что здесь нельзя развернуться тем, кто хочет разворачиваться. Я просто работаю совершенно в другом жанре. Точнее, как раз в жанре я и не работаю. Все три сценария, которые я писала вместе со своими авторами – это все авторское кино. И, в общем, мы делали, что хотели. Конечно, мы были вынуждены как-то соблюдать закон. В частности, как раз вышел закон о запрете мата в кино. Поэтому из двух фильмов мат был вырезан еще на этапе сценария. А в фильме «Комбинат надежды» он остался. Это принципиальная позиция режиссера и всей группы. В общем, ну, вот так я сталкиваюсь с государством, а больше и никак, собственно говоря. И не планирую этого сделать. А «Комбинат надежды» снимался же в двух вариантах – с матом и без мата. Решили не делать вот эту оскопленную версию? Ну, когда режиссер монтировала кино, она собирала его из всего материала, который получился, и из матерных дублей, и из безматерных дублей. И она собирала, честно, лучшие дубли. И если где-то она видела, что без матов сцена получилась лучше, она брала ее. Таким образом, когда она попыталась собрать эту альтернативную версию, просто монтажную, она увидела, что это другое кино, что это кино гораздо хуже, и что просто все лучшие дубли она использовала, не делая никакой разницы между цензурными или, наоборот, запрещенными. В общем, нет, не будет второй версии. Но, кажется, закон уже отменяют, поэтому вот уже какие-то новые... Для фестивального кино, да, хотели отменить. Спасибо большое. Это была Любовь Мульменко, сценарист.